Александровский сад или парк, который находится возле Запорожского областного театра кукол в стадии реконструкции. Впрочем, утверждают инициаторы проекта общественная организация «Запорожский вектор». Этому предшествовали несколько лет бюрократической волокиты. К работам приступили только на прошлой неделе. Уже несколько сотен метров положено плитки. И сегодня мы решили переездить в такую условную ленточку и установили вот эту красивую скамейку, литую из бронзы. Значит, подарок 15 тысячам студентов, которые учатся в этих трех вузах. Здесь будет все изменено. Вот есть проект. И вот когда будем его открывать, вы увидите, здесь будет необычайная красота. Здесь будут совсем другие деревья, здесь совсем будут другие лавочки и прочее, 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 прочее. По словам запорожских краеведов, решение о создании Александровского сада было принято в 1874 году. Тогда это была окраина Александровска, причем не самая живописная. Рядом находилась городская свалка, немного дальше – кладбище. Впрочем, спустя 10 лет парк стал зеленой жемчужиной города, а вход в него был платным, утверждают специалисты. Летом это было одно из самых популярных, наверное, мест в Александровске народных гуляний. Какие красивые стояли, ну, если смотреть старые фотокарточки, такие павильоны деревянные, такие ажурные. Такие все, на всех фотокарточках, которые видел с этого места, все здесь всегда такие нарядные, такие дамы тех времен, кавалеры. Ну, понятно, что здесь по большему счету знать такая городская отдыхала. Ну, память народная об этом, о том, что здесь был городской сад, осталась. Вот здесь сейчас находится спортивная площадка. Было даже городским садовником основан небольшой питомник для роз и цветов, которые потом рассаживались по всем аллеям старого города, ну, тогдашнего города. Здесь проводили экскурсии женская гимназия. Они проводили здесь уроки ботаники, природоведения. Этот городской сад был центром увеселения отдыха жителей города. Инициаторы реконструкции говорят, при проектировании обновленного парка старались учитывать дух того времени. Некоторые элементы будут аутентичными. Первыми его удобства должны будут оценить студенты, ведь совсем рядом расположены корпуса двух вузов. Этот парк выглядит сейчас не самый красивый. Самый красивый. Вот если его переделают, это будет довольно-таки хорошо для студентов, которые учатся за НТУ, за НАУ. И будет проводить где место, ну, время. Ну, это очень хорошая идея, потому что здесь очень много студентов проводят во время переменок. У нас перемена, мы выходим сюда, здесь есть бесплатный интернет, мы можем доступную информацию нам искать, всякое такое. И очень удобно здесь сидеть, да и вечером прогуляться. Для того, чтобы воссоздать частичку старого Александровска, нужно не так уж и много, считают инициаторы. Понимание культурной ценности проекта и бережливое отношение к нему каждого запорожца.